Ну рассказывай. Мысли, слова и действия определяют то, как мы живем. Мое счастье не зависит от мужчины. Люблю, куплю, поехали. Семья рушится. Не все хотят семью, не все хотят детей. Это иногда иллюзия. Иногда найти мужика. Это крайне важно в жизни. И еще важнее осознать, кто ты. Мы Доброта Продакшн. Мы приглашаем вас на тренинг Ксении Телешовой. Говорим с мужчинами по-женски. В наш век многозадачностей, когда не бывает просто журналист, просто врач или просто учитель, когда у каждого из нас очень много разных активностей. В этой ситуации как вас правильно представить? Я модный тренер по личностному росту. То есть это ваше основное направление? И тогда напрашивается такой вопрос, что этому предшествовало? Я всю жизнь выступала. Сколько себя помню. Я чувствовала себя на сцене, как рыба в воде. В 17 лет я приехала из маленького города в Екатеринбург и поступила на факультет телерадио-журналистики. Я профессиональный журналист и телеведущая. В 18 лет я проработала на областном телевидении в Екатеринбурге. Была топовой ведущей, лучшим политобозревателем на протяжении 16 лет. 11 лет назад я открыла тренинговый центр. Тогда, когда это не было мейнстримом, не было модным ходить на тренинги. Вообще этого не было. И я создала в нашем городе определенную моду на саморазвитие. И затем, когда через 5 лет все начали учиться и учить, то я уже точно знала, как, зачем. И мы открыли онлайн-школу и работаем по всему миру. Я провела несколько тысяч тренингов за свою жизнь. Я очень работоспособна. Я работала по всему и работаю по всему миру. У меня вот этот тренинг, говорим с мужчиной по-женски, он вживую проходил в Нью-Йорке, например. И я очень рада, что у нас растет количество участниц и в офлайне, и в онлайне. И наши тренинги – это не про успешный успех, не про потоки, не про манипуляцию мужчинами. Это глубокие тренинги по коммуникации. А коммуникация – это основа для здоровой самооценки, грамотного общения с другими людьми и в целом для уверенности. Вот главное, что я даю – это уверенность. Уверенность и инструменты. Искусство красноречия в наши дни. Что оно из себя представляет? Как этому учиться? Зачем этому учиться? Это нужно ли учить этому детей? Вы знаете, я всегда говорю – не учите детей. Говорите с ними. И от того, какая речевая среда в семье, будет зависеть, кем ребенок станет. И испокон веков было важно, как человек говорит. Но еще важнее, как он мыслит. И я учу и этому тоже. Мысли, слова и действия определяют то, как мы живем. Вот она магия достижения экстраординарных результатов. И я тот самый сапожник в сапогах, который показывает, что если человек умеет договариваться с самим собой и с другими, он будет успешен, он будет любим, он будет богат. Это не мечта, это норма жизни. И к этому любой может прийти. Я не родилась золотой ложкой во рту. Но всю жизнь я училась говорить. Психолингвистика, техника риторика – это то, что я изучаю всю жизнь с четырех лет. Мне 37. Я очень глубоко знаю эту тему. И я считаю, что это тот инструмент, который будет востребован во все времена. Всегда люди должны уметь говорить. Сейчас многие ходят на тренинги личностного роста, но не понимают, что основа успеха – это мышление и речь. Без этого никуда. Ты можешь сколько угодно знать ритуалов, совершать сто шагов, биться лбом о стену и не понимать, почему ты не делаешь тот самый желанный шаг вперед до тех пор, пока ты не поменяешь порядок в своем ментальном королевстве. Я учу этому. Можно ли научиться красноречию, не будучи человеком начитанным и образованным? И как тогда в случае отсутствия правильного бэкграунда, как это все можно компенсировать, наверстать, уже будучи взрослым, зрелым человеком? Я всегда скажу – читайте. И я противница тех тренеров, которые говорят – не надо читать классическую литературу, читайте книги по личностному росту. Нет, господа. Если вы ни разу за свою жизнь не открыли Бунина, если вы не можете отличить Солженицына от Булгакова, вам будет очень сложно глубоко понять то, что я даю. И у нас есть небольшой процент людей, которые к нам приходят, и они, правда, меня не понимают. Обязательно читайте. Читайте своим детям. Дети, которые к нам приходят, у нас есть тикток-дом для детей, образовательный тикток-дом. Я им все время говорю – ребята, книжка в месяц обязательно. И мы прививаем любовь к чтению. Конечно, без этого никуда. И очень страшно, что общество ментально беднеет, что родители не читают, не разговаривают с детьми, общаются на языке смайликов. И я в этом смысле современный родитель. Мне не сто лет, я молодая мама. Но я, конечно, за образование, и, конечно, за фундаментальные знания, и про сложные книги нужно говорить с детьми. Да, сегодня вы не поймете. Но если вы никогда не читали «Унесенные ветром», то, господи, вы так себя обкрадываете. Потому что вот там действительно красиво о любви. Поэтому надо читать. Компенсировать можно, но сложно. Поэтому если нас смотрят родители, пожалуйста, вкладывайте в развитие своих детей. Что касается сегодняшнего тренда, всех и всему учить, как вы идентифицируете себя в этом море информации, как пытаетесь отстроиться от тех порой дилетантов, которые красиво упаковали свой бренд, но при этом ничего из себя не представляют. Я, наоборот, очень рада, что сейчас все учат из каждого утюга. Поэтому, как правило, к нам приходят, уже начитавшись, поучившись. И тут у глубокого человека возникает ощущение, что он дома. Я сама учусь. Вот я сейчас получаю третье высшее образование. Я училась в аспирантуре, не защитилась, потому что ребенка родила. Я спокойно отношусь к тому, что есть. Вы знаете, когда вы распечатываете свой масштаб, то вам в определенный момент становится все равно на конкуренцию. Вам становится все равно на негативные отзывы. Вы спокойно реагируете на многое, что раньше не давало вам покоя. Мне сейчас уже спокойно. Сегодня на тренинге говорим о диалоге между мужчиной и женщиной. С одной стороны, тема очень попсовая, а с другой стороны, очень болезненная для нашей страны, для нашей патриархальной страны, где так важно в обществе быть за мужем. Можно ли сказать, что это нечто большее, нежели просто про то, как найти мужика? Иногда найти мужика – это крайне важно в жизни. И еще важнее осознать, кто ты. Тогда все вопросы по поводу мужчин, друзей, клиентов отпадут сами собой. Этот тренинг родился таким образом. Изначально я работала практически только с мужчинами. Ко мне приходили парни, которые хотели стать депутатами. Парни были разных возрастов, парни были из разного прошлого. И, в общем, у меня была очень высокая статистика. Девять из десяти всегда проходили, если занималась я. И вот один из моих учеников, который избрался, а затем он начал просто ходить ко мне, проплачивать занятия, и мы, по сути, разговаривали. И я каждый раз говорила, вам не нужно заниматься, потому что у вас уже поставлено все. Вы спокойно можете пять лет сейчас на тех знаниях, которые я вам дала, работать. Вам не нужно заниматься. И в какой-то момент он скинул мне приличную сумму на счет и сказал, я проплатил тренинг для своей жены и ее подруг. Она одна не пойдет, проведи, пожалуйста, групповое обучение. Я говорю, ну здорово, чему их научить? Сама презентации, переговорам. Он говорит, они не работают. Не одна. Спаси мой брак. Потому что, он говорит, ты единственная женщина, с которой я могу разговаривать. И когда ты появилась в моей жизни, он говорит, я прекрасно понимаю, что там нет никаких шансов. Ты замужем, я жена. Но я хочу, чтобы мне было интересно со своей женой. Я понял, какой это кайф, когда я всю неделю жду этого часа, чтобы ты просто спросила. Ну рассказывай, как они, как у тебя там все? И он говорит, я вижу, что ты не играешь, что ты искренний. Более того, ты единственная, кому я готов позвонить, когда я не знаю, как поступать. И так родился тренинг «Говорим с мужчинами по-женски». Я пришла, и на меня девчонки смотрели, как змеи. И такие, типа, кто это? Чему она нас научит? Мы дружим до сих пор. И мой тренинг о том, как совмещать счастливую семью и блестящую карьеру. О том, как договариваться с мужчинами на работе, чтобы им с нами было комфортно. О том, как перестать манипулировать, ходить на всякие там тренинги для гейш и быть нормальной русской женщиной с нашим невероятным потенциалом. Для того, чтобы наш муж, так в целом, да, я скажу, в целом наш мужчина, чтобы он рос, богател, чтобы он хотел прийти домой. А в том случае, в той запущенной ситуации, что эти женщины, удачно вышедшие замуж за перспективных мужчин, что они делали не так? И вообще, что мы порой делаем не так, что мы ссоримся и браки рушатся? Зацикливаются на себе, конкурируют с мужчиной, считают, что мужчина ответственен за их счастье и должен работать тоже над отношениями. Начинают жертвить, то есть перекладывают ответственность за себя на мужчину и начинают с него спрашивать. Мол, типа, я раньше была такой счастливая, теперь... Скатываются в инфантильных девочек или превращаются в заботливых мамаш с вытянутыми гетерами. И очень-очень много ошибок, но они в основном типичные. Или, например, девчонка начинает расти, да, сама успешная, и превращаются в бой бабу. И тоже семья рушится, потому что нет баланса, не понимают, как это. Огромная проблема женщин, которые в разводе, это то, что они настраивают мужчин против своих детей, и тем самым калечат всех. Но главное, ребенка. Поэтому что конкретно не так делала моя первая героиня? Она зациклилась на себе, она перестала развиваться, ее муж очень сильно рос. И его все устраивало на старте. Но потом они слишком по-разному, с разной скоростью поехали. И если бы я тогда не включилась, то, скорее всего, он бы нашел какую-то вот женщину типа меня, успешную, интересную, бодрую, занятую, которой некогда ревновать, некогда проверять, сколько там раз он зашел в WhatsApp. Поймите, вот мне некогда контролировать моего любимого мужчину. И поэтому, когда мы встречаемся дома, у нас каждый раз как первые свидания. Мы как будто вот влюбленные бесконечно, потому что мы путешествуем. Я улетаю в командировке, он улетает. Мы встречаемся, и вот он, наш домашний рай. И тренинг о том, как вернуть для семейных пар, вернуть вот эту вот влюбленность, а для девчонок свободных признать, чего вы хотите на самом деле. Не все хотят семью, не все хотят детей, это иногда иллюзия. И признаться себе в этом тоже круто, тогда вы встретите мужчину-партнера. А есть ли такое ощущение, что все вот эти отношения между мужчиной и женщиной, сохранение, правильные разговоры, все это ложится на плечи женщин? Мужчины же не ходят на тренинги, как разговаривать с женщинами. Я всегда говорю, что тренинг, как говорить с женщинами по-мужски, был бы очень коротким. Люблю, куплю, поехали. Три слова, которые нужно говорить, без разницы, с какой интонацией. Да, с вас 96500. В моем доме мужчина – это мужчина. То есть покупка дома, машин, путешествий – это не на моих плечах. Я здесь вкладываюсь исключительно мечтой, исключительно поддержкой. Но рассматриваю это следующим образом, что это деньги семьи. И есть женщины, с которыми мужчины богатеют и растут, и есть женщины, с которыми мужчины беднеют и болеют. Поэтому я думаю, что да. Что если вы хотите быть замужем, за человеком успешным, вот пусть он карьерой и занимается. Мужчина, в отличие от женщины, такой мозг. Ну, у каждого пятого, конечно, это исключение, каждый пятый. Но вообще мужской мозг и женский отличаются. Мы можем одновременно все делать. И бизнес открывать, и детей рожать, и так далее. Как я и делала 11 лет назад. Мужчина, ему нужно все яйца сложить в одну корзину. И вот пусть он занимается бизнесом, пусть он занимается работой. Домой приходит и отдыхает. Вот когда мне говорят, ну вот у тебя все время цветы, путешествия, свидания. Я говорю, так я говорю об этом. Я говорю, любимый, я хочу полететь вот туда-то в отпуск. Любимый, перешли деньги, я заказала себе цветы от тебя. Ну и, конечно, раз я это делаю и не обижаюсь, то постоянно там на следующий день, после того, как я заказала сама себе цветы, на следующий день он их купит. Он любит меня баловать. Но зачем его тюкать, отвлекать, если он сейчас занят работой? Я сама спокойно куплю себе подарки. И мое счастье не зависит от мужчины. Вот и все. Спасибо, Ксения. Всем счастья, любви и гармонии, умения говорить и договариваться, а самое главное – слушать и слышать. Субтитры сделал DimaTorzok